Ниве 45. А начиналась история будущей легенды так. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин поставил перед коллективами ВАЗа, АЗЛК и Ижмажа задачу создать легковой автомобиль повышенной проходимости. От министерского задания до выпуска первых предсерийных образцов прошло всего 4 года. Первый серийный образец модели ВАЗ-2121 покинул конвейер Волжского автозавода 5 апреля 1977 года. Притом советские автомобилисты получили революционный по мировым меркам автомобиль с несущим кузовом, постоянным полным приводом и совершенно легковым дизайном. Кстати, ферменная схема трансмиссии появилась не от хорошей жизни. Распределение момента между двумя осями позволило снизить нагрузки на редукторы мостов, которые ради экономии пришлось взять от обычных «Жигулей». На московском автосалоне 1998 года публики представили второе поколение «Нивы». Правда, в серию новинка пошла под именем «Шевроле Нива», а выпуском внедорожника занялось совместное российско-американское предприятие GM «АвтоВАЗ». История этого партнерства абсолютно прозрачна. В Тольятти не хватало денег на запуск машины, а боссы General Motors решили, что небольшие по меркам концерновложения окупятся сторицей. И оказались правы. Впрочем, в 2019 году «АвтоВАЗ» выкупил долю американцев и вернул права на товарный знак «Нива». Сейчас «Нив» выпускается две. Классическая именуется «Ледженд», а более свежая — «Тревел». Причем «Тревелу» напоследок перепал щедрый подарок от GM — большой рестайлинг, который подготовили незадолго до выхода концерна из совместного предприятия. И еще совсем недавно будущее «Нивы» казалось абсолютно прозрачным. Обе нынешние машины продолжают выпускаться до 2026 года, после чего эстафету принимает принципиально новое поколение на платформе «Дастера». Но сейчас судьба «Нивы 3» повисла на волоске. Напомним, что группа «Рено», как главный акционер автогиганта, сейчас раздумывает, как поступить со своим российским активом. И в этой ситуации может быть недоиспользование европейских архитектур. Под вопросом оказалась вся стратегия французов по переводу «АвтоВАЗа» на платформу «Альянса» и технической унификации «Лады» и «Дачи». А жаль, ведь вазовские конструкторы сотворили нечто любопытное. Не просто взяли румынский кроссовер, а дополнили его усиленной муфтой, понижающей передачей и другими интересными решениями. Редактор субтитров А.Семкин